В работе, я не знаю, ли вы знаете, муж одной из наших очень близких подруг умер, Александр Бен, сейчас я даже не знаю имя его отца, Александр, когда он болел, мы говорили, Александр Бенетель, вы не знаете, как звали его отца, это ровнейший мат Александр, и сегодня также день смерти моей бабушки, матери моего отца. Ее звали Леа Гитл, что-то? Как ее звали? Дина Бат Александр, и мой папа очень любил свою маму, я ее не видела, потому что она умерла много лет до того, как я родилась, поэтому у меня даже не было никакой возможности ее видеть, и я только знаю, что цвет моих глаз похож на ее цвет, но она была блондинкой, а я совсем не блондинка. Так, это только немножко, и сейчас, как я понимаю, то, что меня попросили, звук, если это нормально, тут все нормально, пожалуйста, значит, то, что меня попросили, это о буквах и о именах, значит, если я рассматриваю просто глобально, как в иудаизме принято давать имена. Первым делом дают имена обычно в иудаизме по родственникам, бабушки, дедушки и так далее. И вы поэтому всегда встречаете в той же самой семье те же самые имена через много поколений, как будто каждый раз в следующее поколение то же самое имя. И у нас даже есть там целые правила, если это имя родителей, это дается в первую очередь, потом имена более дальних родственников. И если человек умер, и ему не было 60 лет, когда он умер, и это не было в какой-то тяжелой катастрофе, в катастрофе, в которой погибло много людей, тогда мы этим именем не пользуемся. Скажем, люди, которые умерли в катастрофе, даже если они были молодые, мы пользуемся их именами, потому что это не было именно что-то относительно них, это было же что-то очень глобальное. И если мы хотим пользоваться этим именем, мы обычно к нему что-то добавляем. Мы добавляем ха, если это девочка хая, или если это мужчина хаим. Поэтому, если вы замечаете, в иудаизме очень много сочетаний что-то с хаимом, эти имена также добавляются в случае болезни, поэтому нельзя даже можно понять, почему у этого человека есть там два имени или сколько. Это глобально как дается, это одна вещь, как дается имя. Еще одна вещь, как дается имя, это связано с тем, когда ребенок родился. Когда он родился? Девочка, которая рождается в районе Пурим, в районе Адара, ее шанс стать эстер-хадасамалька повышается очень. Понимаете, как это? Если она родилась в книге Шмот, когда в Паршат-башалах, когда переходит море, ее шанс стать широй тоже повышается. Потому что этот шаббат называется шаббат-шига. Это ширатая. Я просто говорю какие-то, понимаете, я просто говорю какие-то это или личности, которые находятся в этой недельной главе, или там слова, которыми мы пользовались. Девочка, которая родилась в тиша-бе-ав, она обычно становится нехама. Нехама, наиврите, это утешение. Когда кто-то мне говорит свое имя, я часто могу по имени, понимаете, что рассмотреть. Или это может быть, что это имя какого-то родственника, или это, понимаете, показывает, в какое время года этот человек родился. И, конечно, есть третья возможность, имена, которые вам понравились. Из-за чего-то кто-то решил это имя попросить. Это у нас вот так очень, как можно сказать, глобально, как выбираются имена. И то же самое, если кто-то хочет взять себе еврейское имя. Мы то же самое в таком случае, то, что мы советуем человеку, это спросить своих родственников, в честь кого дали ему это имя. Из того, что я проверила, я могу сказать, что 80% имен девочек, которые были уверены, что им дали, потому что маме так понравилось, когда они потом спросили маму, оказалось, что это было, да, в честь какой-то бабушки, прабабушки или там тети, и выбрали там первую букву или что-то такое. Если это было в честь кого-то, мы считаем, что это как будто бы, почему не взять именно то имя, понимаете, которое было первоначально задумано в этой семье. Это одна вещь. Вторая вещь, это может быть имя, мы стараемся найти, человек получил имя, если он может, следующее предпочтение, это имя, которое похоже на слух или перевод этого имени. Скажем, если девочку звали Света, она может стать Оа, или если ее звали Света, она может стать Сара. Понимаете, что я пробую показать два варианта? Сара. Видите, Сэш, или как будто буква, на слух это похоже, или это перевод. И есть энное количество вариантов, понимаете, как там все остальные, все остальные варианты также. И третья вещь, это она может выбрать свое имя, как она хочет. Это тоже ее абсолютный. Мы обычно стараемся не менять имена, а добавлять имена. А есть имена, что желательно не давать? Это вещи каббалистические, я в этом очень мало разбираюсь. Я только могу сказать, что считается, что имерах, это то, что я слышала. Я не могу объяснить, почему, я только говорю это как факт, что есть даже имена в какой-то период, которые менее желательны, что я тоже в этом не разбираюсь, я только слышала о такой вещи. Скажем, в наше время считается имя немножко нелегкое, это Рахель. Рахель. Поэтому принято, что если дает имя Рахель, дает еще с чем-то. Или этого девочку называют не Рахель, а, скажем, Рахели. Понимаете, как это? Что-то немножко меняют. Шлюмит. Это имя само по себе тяжелое. Да, потому что она в Туре была не очень, не самой позитивной женщиной. Алина, которая, я знаю, связана с Сарой. Да, но есть это не очень. Есть также спор, дают именно в древние времена. Особенно в Ашкназим и также в Сфарадим было очень принято давать, особенно женщинам, нееврейские имена. И это вещь, которую, понимаете, я просто вам рассказываю правду. И это были обычно переводы, и давали кого-то, извините, может быть, это не совсем точно, что я сказала нееврейское имя. Давали какое-то имя еврейское и его перевод на другой язык. Скажем, Злата. Вы знаете, что Злата это совсем не иврит и не иидыш. Вы знаете, что такое Злата? Это на польском золото. Что это? Голда. Да, это Голда. Так вот от Злата, Гольда, Злата. Это на иврите сейчас будет Захава. Или Яфа это Шейна. Шейна. Шейна на иедыш это красивая. То есть всякие имена, которые вот такие вот переводы. Это обычно какие-то слова. Я слышала, что, допустим, если женщина хочет смягчить, допустим, не так противно. У женщин, у женщин в особях, которые бывают такие сильные. Например, я Эль, да. Значит, у нас есть еще какое-то правило в именах, что мы стараемся, чтобы есть это женское имя, чтобы оно в себе имело гей, и желательно, чтобы гей был в конце. Гей. Буква гей, чтобы в имени женском был гей, и чтобы это гей был в конце. Потому что гей в иудаизме символизирует женственность. И вы знаете, что, наверное, если слово заканчивается на гей, это значит какой род? Женский. И заметьте, что все женщины, у которых имена не заканчиваются на гей, они в Танахе такие немножко мужские. Если вы взяли Яэль, видите, в Яэль нет никакого гей. Иудит там есть гей, но он гей не в конце. Даже Рахель, которая, да, как будто женщина, Тамар это явно, мы еще немножко рассмотрим в Тамар. Рахель, но она, у нас в иудаизме, женщина это та, кто принимает, а мужчина то, кто дает. Как вы знаете, Рахель, она то, кто дает, она не то, кто берет. А если вы входите в брак, что вы хотите? Что было в браке? Вам давали или вы давали? Мы хотим, чтобы нам давали. Нам открывали дверь, нам дарили шоколад или украшения. Конечно, мы тоже будем давать, но мы хотим, чтобы кто был более такой, понимаете, как это, большой и взрослый, это был он. А в мид, когда мое имя Рахель, понимаете, кто я такая? Я так, кто даю? То же самое Тамар. Кто предлагает брак кому? Иуда Тамара или Тамарь Иуда? Тамарь Иуда. Мне кажется, мы все хотим, чтобы наши мужья или женихи падали ниц на двух колен, но минимум на одной. И что нам делали? Умоляли нас принять их не урок, или давать нашу руку, я не знаю, как называется на русском. А Тамарь, ей приходится делать это наоборот. Ее судьба очень непростая. Поэтому мы предпочитаем имена, в которых есть Эгей. Ей, что предпочитает, это ее вот еще более, но, как я просто говорю, есть какие-то у нас уровни, чтобы в середине или в конце, или где-то был или Ют, или Вав. И тогда это вместе есть, как будто была какая-то часть имени Всевышнего. Или вместе. Скажем, вот ваше имя. Вы согласны, что я взяла ваше имя? Скажем, Юля. Так там есть в конце Ют и Гей. Это две буквы от имени Всевышнего. Потому что я просто объясняю, почему, что есть в вашем имени. В вашем имени есть имя Всевышнего. Скажем, мое имя Хава, там есть в конце Вав и Гей так же. Это другие две буквы от имени Всевышнего. Есть люди, которые стараются, чтобы в женских именах это было. Но минимум это, чтобы был Хей в конце. У мужчин тоже так? Что это? Ют за мужчин. У мужчин это менее. А у женщин хотя бы, чтобы был Хейт, да. Очень принято. У мужчин, если да, так более, чтобы был Ют. Да. Ют читается у нас мужская буква, а Гей считается женская. Вот это только я рассмотрела просто глобально. Как мы даем имена, понимаете, как это и что мы делаем. Теперь, если есть какие-то проблемы, если у человека, скажем, есть проблема болезни, имена женские, которые добавляют, это обычно Хая, что это жизнь, или Эфрат, что если возьмете слово Эфрат, прочитаете его наоборот, что у вас получится, у меня тут не в доске это написать, но верить это будет Терафе. Терафе значит вылечиться. Есть это мужчины, имена, которые добавляют мужчинам, если они больны, это Хайм, это Юсеф, Юсеф это, чтобы, понятно, как это, чтобы было, Юсеф это добавить. Это Рифаэль, потому что Рифаэль в этом слове есть, Рифуа, это лечение, это также ангел лечения считается, и Хискеау, потому что царь Хискеау по преданию был очень тяжело болен, и он молился, и Всевышний ему дал еще 15 лет. Поэтому на это у нас мужские имена, которые добавляют, это женские имена, которые добавляют. И по правилам, что это? Хайм, если Ха, Хая и Эфрат. Эфрат. По правилам, как это по-настоящему добавляется, вот это новое имя ставится первым. Впереди. Да, оно ставится первым. Имя, которое вами, и вас никто его не называет. В течение 30 дней, как будто даже если в течение месяца, мы бываем в течение жизни, набираем много-много имен. Просто, понимаете, я не знаю, сколько у вас имен. Так если у вас какое-то имя, которым никто вас этим именем не называет в течение месяца, оно уже считается недействительным. Если в течение месяца хотя бы кто-то вас так называет, тогда оно считается действительным. А то эта часть ваша, она как будто исчезает, понимаете, она как будто прекращает быть и иметь на вас влияние. Пожалуйста. Так вот, стоит ее хотя бы раз в месяц назвать Хая Рахель, Я не знаю, как вы ее назвали. Или, я не знаю, там, когда ее благословлят или что-то такое. Один раз в месяц это очень редко, понимаете, можете даже решить это делать каждый шаббат. Понимаете, раз в неделю вы ее называете по-ю-ю-ю-всему. И тогда это какое-то мере дает вот это имя, добавочное имя, оно дает ей тоже какого-то силы. Тогда это надо спросить. Я только говорю, какие правила. Вот всякие, какие-то более тонкие вещи, это, пожалуйста, спросите кого-то другого, это я уже. И имена считаются очень сложной вещью. Имена очень важны в аллахическом, в двух моментах, больше всего, в момент брака. Надо написать все ваши имена, кто женится на ком. И Хасвахалеля есть, есть развод. Это тоже надо понимать и что понять, кто, кем. И поэтому у нас есть целые книги, в которые написаны все возможные варианты имен и точно, как они пишутся. Любой человек, который рав, у него это всегда, вот эти книги даже есть в доме. Это вещь, которую вы сейчас говорите. Я знаю, что есть такая вещь. Я даже читала об этом. Я не могу это, я это не практикую. Значит, это есть в Хасидиме, это есть еще в некоторых книгах. Я знаю, что кто это очень хорошо знал, это был Ага Фишер, его сын в какой-то мере тоже, его сын, но отец знал в очень, понимаете, он знал все корни, почему и как. Значит, это есть какая-то формула. Теоретую формулу я где-то нашла. Но надо понять не просто формулу, а понять, почему это, понимаете, какая разница. Есть только понять формулу, знать формулу, а есть понять, как она, как она была произведена и как это называется. Это я не знаю. И тогда есть понятие, что есть какое-то сочетание имен, которые хорошие, какое-то сочетание имен, которые не сочетаются. Тогда советуют что-то убрать, добавить или как-то. Но я вам говорю ранее, я в этом не разбираюсь. Если после свадьбы вы добавляете или отнимаете имя, есть мнение, что вам нужно написать заново к тубу. Вам нужно заново написать к тубу, потому что вы сейчас другой человек. А до свадьбы? Желательно до свадьбы. Нет, нет, нет. Это имеется в виду, когда по-настоящему человек себе решил добавить что-то или как-то. Но надо спросить рамо, я только говорю, как возможность. И как мы меняем имя или добавляем имя, можно его менять каждый день, когда читают светок туры. В течение недели это происходит в понедельник, в четверг и в субботу. Это может также, если это Рушходыш, это Рушходыш и в праздник так же. И тогда надо, чтобы кто-то, когда читаю Тору, сказал, что вот там такая-то дочь такого-то, сейчас будет называться такой-то дочь такой-то. Это, значит, вот это идет по папе. И это какое-то тогда дает ей вот это, ну, говорится, изменение этого имени. У нас, когда, если это лечение, это идет по маме, а у Ашкназим, а в момент, когда мы рассматриваем имя, это идет по отцу. У Сфагадим нет. Если отец не еврей, обычно мы говорим Аврахам. Это то, что я могу сказать, очень понимаете, как это глобально. В каждом случае узнаете, я только говорю очень глобальные, как вам сказать, правила. Я думаю, Бацава. Да, мне кажется. Вы знаете, спросите Рава. Лучше все спросите Рава. Можно? Я думаю, что надо тогда взять в счет много вещей, понимаете, как это. И имя, изменение имени я видела в своей жизни, что это как-то меняет судьбу человека. Пример, который я часто рассказываю, это у меня произошло. Были несколько раз изменения, но одно изменение было очень такое резкое. Это была одна девочка, она хотела поменять свое русское имя на еврейское. И она попросила, чтобы мой муж это сделал. Я ему беру, это мы делаем часто. Я ему взяла, написала записочку и приклеила к двери. Чтобы он знал, что надо ее взять с собой, он забыл. Это был в понедельник, в четверг. Я уже решила не на дверь, а я ему взяла и положила в карман. Он приходит в синагоги, забыл. Она мне звонит, забыл. А проходит неделя каждый раз. Я ему, понимаете, каждый четверг, каждую пятницу, в шаббат, она уже висит, понимаете, как-то на двери и в кармане. Ничего. Она мне звонит, забыл. Это уже был анекдот такой, понимаете, как это. Она звонит, мне говорит, уже заранее, он забыл. Я говорю, да. И она потом мне вдруг говорит, ты знаешь, я знаю, когда он вспомнит. Сказала, сказала. Он вспомнил в день ее рождения. И она это поняла сама заранее, даже до меня. Она поняла, что ее день рождения еще немножко, и как ей изменили имя, она очень быстро вышла замуж. Но это не каждый раз такая вещь происходит. Но вот один раз у нее это было очень интересно, понимаете, потому что изменить имя, что это она сама себе было время. Ей изменить имя было очень тяжело, понимаете, нам было очень тяжело, пока мы это добились. И потом это по-настоящему очень резко повлияло на ее судьбу. Но, как я вам говорю, это не всегда у нас так получалось, но вот один раз я могу сказать, что у нас было очень интересно. Видите, даже дата изменения имени тоже имеет какую-то силу, должно быть, или какую-то вещь. Сейчас буквы, которые... Гей мы поняли. Гей – это женская буква. По преданию Всевышний сотворил мир с помощью буквы Гей. Вы знаете, должно быть, когда было сотворение мира, говорится во второй главе, в четвертом посылке Бегибахам, и там есть маленький Гей. Вы видели такую вещь в Торе? Можете проверить. И поэтому, говорит устное предание, Всевышний сотворил с помощью буквы Гей. Гей – открытая буква. Видите, там есть пространство, есть отверстие вниз, есть отверстие в стороне. Она сейчас такая очень открытая. И это понятие женственности в иудаизме. У нас есть другие имена. Еще одна буква, которая тоже рассматривается очень женской – это буква Лямит. Заметьте, что у всех жен Якова есть Лямит. У меня есть четыре жены. Гахель, Леа, Бельга, Зильпа у всех Лямит. – Имя Юля, получается, вообще лучше Лямит. – Да, поэтому я вам говорю, что у вас… – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Поэтому я просто говорю, я могу… – Да, я понимаю, да, и Лямит. – Поэтому я вам говорю, я могу вам сказать, если видите, у вас есть имя Всевышнего, как будто бы… Буква имени Всевышнего и Лямит – это то, что… Это рассматриваются очень женскими именами. Очень женские буквы. И сейчас я рассмотрю, я не знаю ли… Спасибо большое. Значит, «Хей». Если видите, вот это как выглядит буква «Хей». Теперь у нас, если вас интересует, у нас буква «Хей», она пишется так, она рассматривается как «Далит». «Хей» – это женщина замуж. Поэтому как будто это символика буквы «Хей». Это буква «Лямит». Она выглядит примерно вот так. И это у нас буква «Царство». Потому что это единственная буква из всего алфавита, которая выше, чем строка. Все у нас буквы пишутся в строке или нише. Единственная буква, которая пишется выше строки, это только буква «Лямит». И у нас «Царство» в юдоизме – это женское понятие. Пожалуйста. Какая связь может быть с сотворением мира и женщины? Может, считается, что когда мир был сотворен, он… Да, считается, если… Вы знаете, что когда Всевышний сотворил мир, он, когда сотворил мужчину и женщину, он взял первые две буквы своего имени, взял «Ю» и отдал мужчине, и «Хей» отдал женщине. У него уже осталось? Что-то? У него осталось. Он поделил между ними, что каждый из нас… Мужчина отражает одну часть, а женщина отражает другую часть. «Юд» – это буква, которая символизирует замысл. А «Гей» – наоборот, воплощение. Так, когда Всевышний сотворил мир, это был именно не замысел мира, а как он воплотил мир. И кто воплощает «Юда» из «Ми» – это женщина. Женщина, которая в облаках, я бы к ней в дом… у нее дома быть бы не очень хотела. И быть ее дочерью – это было бы явно не очень приятно. Вы понимаете, почему это? Может, она забудет, когда мне надо заплести косички, и когда… и какая мода сейчас, и какие цвета, и что должно подходить чему. А мужчина, для него это великолепно. Вы знаете, мужчины, у них есть замыслы, а мы что должны делать? Воплощать. Я просто объясняю, это понятно, какая связь между «гей»? Это вот понятие того, что мы воплощаем. «А буква «далит» вынимает, что означает?» «Далит» – это, может быть, мы рассмотрим каждую букву. «Гей» – я рассмотрела, что это понятие царства. И вы знаете, что царь, и на него одевают корону. Царь, который сам себе одевает корону на голову, он не царь, он диктатор. Царю приносят себе подарки. Так это мы. Вы не помните, что нам приносят подарки? И нам наш муж одевает корону на голову – это то, что мы хотим. Мы его уважаем, и мы хотим, чтобы что было в ответ. Он нас уважил. И он нас ценил. Поэтому у нас «лямит» – это женское… И вы знаете, что на иврите понятие царства «мальхуд» – это женского рода. И если видите, еще немножко я рассмотрю букву «далет». Если видите, у Рахель «лямит» в конце, у Леа, что от него происходит царство «ягуда», у нее «лямит» в начале. У Бильха и Зильпа, так как они второстепенные жены Якова, у них «лямит» находится на втором месте. Как они второстепенные. Видите? Бильха, Зильпа. Женщин, у которых нет хей в имени, в Торе, особенно в начале, у них нет детей. И для того, чтобы иметь детей, им нужен кто-то, кто им дал бы этот хей. Скажем, у Рахель нет хея, она не может иметь детей. И тогда у ее служанки Бильха что есть? Два хея. У Тамар у нее нет детей. Она выходит замуж за «эр», она не рождает. За «уна» она не может родить. Когда она выходит замуж за «ягуда», у которого сколько хей? Два, она может родить. Авраам и Сарай не могут родить. Авраам и Сара рожают. Видите? Когда у них становится хей в имени. Просто я показываю, что такое хей. А она тоже сначала нет. На хуй, на хуй. Я говорю, потом у нас тоже есть. Потом это менее. А кто-то вот в первом, в книге брыщит, это намного более явно это правильно. Сейчас следующая вещь, а что такое «далит»? Вот вы видите букву «далит»? Она в юдоизме символизирует бедность. «Далит» перевод этого слова, это «даль», «даль» это значит кто-то не имеет ничего. На иврите ведро называется «дли». Что такое ведро? Ведро ценное только, когда оно пустое. И форма «далит», и так это рассматривается в книге «Утвёды Рабякива», он рассматривает, что у нас есть гимель «далит». Гимель – это очень мужская. Видите, как выглядит гимель? Гимель – это самое дающее букву. Гимель на иврите – это гумель. Посмотрите, как он выглядит. У него руки и ноги куда? Вперёд! Вот, я вам сейчас всё дам. А «далит» бедненький, он отворачивается. Видите, как он выглядит? Далит, то, что рассматривается в иудаизме – это гумель «далим» – это давать бедным. Далит рассматривается громадное пустое овёшь. Видите? Потому что если я очень маленький, так у меня ничего не надо. А если я очень большой и пустой, так у меня чем я больше, тем я что более? Более пустой. Понимаете? Более ощущается, сколько у меня нет. И вы знаете, что мы, когда у нас нет, мы хотим, чтобы нам дали. Но у нас есть две проблемы. Я не хочу, чтобы тот, кто мне дал, видел меня. И я не хочу его видеть тоже. Вы согласны? Вы хотите, чтобы вам дали, но видеть, кто вам дал. И чтобы он вас видел, вы не хотите ни в коем случае. Ты знаешь, что делает Далит? Он отворачивается. Я не хочу вас видеть. Но мне же надо. Так видите, что я делаю? Я протягиваю ручку. Положите, только не смотрите на меня, и я не хочу видеть вас. Видите, вот эту ручку его назад? Чтобы Гимель ему туда влашил, но он его видеть не хочет. Так это у нас Далит. Это вот этот Далют. Это женщина. Мы ощущаем себя все время пустыми, и мы хотим, чтобы там все время кто-то что-то дали. И в иудаизме у нас есть мужчина, который тоже имеет в какой-то мере немножко женское начало. Далют – это, скажем, из 12 колен, это ягуда, у которого даже есть, как вы знаете, у него даже два гея. И, конечно, гей в конце. Но тоже себя ощущает вот этой пустотой. Далют получается очень женское. Да, дали очень женское. И, как я говорю, и с Ламидом тоже. У нас с Ламид и Далют – это женское. Кроме гея, это еще две женские буквы. И в какой-то мере ТАФ. ТАФ – правильно, как его писать. Это тоже Далют. Видите, Далют? Вот тут такая штучка. Понимаете, как видите, что ТАФ тоже состоит… у нас Далют – Хей и ТАФ состоят из той же буквы. И в какой-то мере БЭТ. Но БЭТ – это немножко что-то другое. Потому что БЭТ там более закрытый. Что-то? Да, вот это ДВУА тоже, нахуй. Да, это Далют. И есть кто считает, что это ВАВ. Есть кто считает, что это ЮД. Есть кто считает, что это ШУФАР. Перевернутый ШУФАР называется. Извините, что я не пришла. Вы знаете, у меня есть буквы. Но те, кто меня сейчас слушают, они не смогут это увидеть, потому что это в очень маленьком… Не знаю, если бы тут я могла бы увеличить, я бы вам показала. У меня вот тут есть алфавит. Вы можете увидеть, видите, ВИ. Вот он поставит. И где ВИ. Видишь, что не похоже? Вдали ВИ. Мы только что-то слышим. Мы точно яблоки не хотели такой. Якорее,And. Это breaks. Видите, как я отвечала работая? Мы всю нанес shopping. И мы scalpим. Целепей, это оградительный, эшп decide. Продолжение следует... 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 Если в вашем имени есть два щина, я думаю, что точно. Вы знаете, кто такой был Щемшон? Самый воинственный еврей, мне кажется, во всей истории. Так он Шушана, так у него есть, понимаете, как казаться. Так понятно, почему Щемшон, он такой воинственный? Самсон, он был самый великий герой. Документ отражается в характере. Я не знаю, в Танахе это 100% отражается в характере. У нас сейчас я не могу сказать, как. Понимаете, я только могу сказать, что у нас рассматривается как будто в Танахе, да. И то, что вы хотели, шлюмо, я только посмотрю еще одну букву, а потом я посмотрю шлюмо, потому что это уже составные, понимаете, как это я. А у нас здесь еще одна буква, которая очень явная, это «Если в имени есть самих». Те же самих, это буква, которая, она очень простая, у нее нет короны, у нее ничего нет совсем. Можете посмотреть, видите, как она выглядит. Видите, что никакой, 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 палочки, ничего вообще в ней нет. И она у нас символизирует людей, которые находятся внутри кузыря. Я, я, я с вами, но я не с вами. Да. Понимаете, как это я зашит? Я зашит, я зашит, я с вами говорю, у меня такая программа между мамой и мамой. Как это связано с мамой? Я объясню, что это. Это более фурбой. Это буква, которая у нас считается очень проблематичной. Она у нас в Торе не так часто. Она одна из, у нас есть некоторые буквы, очень редкие. Скажем, в первой главе Торы ее нет вообще. В скрижалях она стояла чудом, говорит устная предательная. Значит, у нее есть очень позитивные стороны и есть очень негативные. Я, может, сначала рассмотрю позитивные, наоборот, я начну с негативных, потом перейду на негативные. Значит, те люди, у которых есть самых, это люди, которые нуждаются в очень большой защите. И они не могут находиться в том месте, где они находятся без этой защиты. В позитивной форме это, скажем, Эстер, это Йосеф. То, что вы сказали, Иска, это Саат, у нее есть имя Иска. Значит, это те люди, которые оказались, скажем, в нееврейских домах. У нееврейских царей были забраны насильно. Йосеф, который, вы помните, что была его хозяйка, которая что хотела его? Развратить и ворваться в его какого-то пространства. Он находится один в Египте. И что ему тогда надо? Защита. Заметьте, что Аврагам, Ицхак, Яаков, всех 12 с колен, ни у кого нет самого, кроме Йосефа. У него, получается, положительная страна, что он дает защиту. Это есть случаи, когда это позитивно. Также, конечно, если... Также жена Йосефа, Аснат, у нее тоже есть самых. Эстер, которая была в доме Ахашвируша, и остается там. У нее есть два имени, и в обоих именах у нее есть самых. Эстер и Гадаса. Это показывает, что ей очень нужна была эта буква. И, как вы сказали, Саа, у нее было еще одно имя Иска, и в иске есть самых, с помощью которого она как будто бы защищалась. Нехорошая сторона Самыха, это когда мы замыкаемся от людей, с которыми мы должны быть в связи. Это также, когда мы должны быть в связи с Ивышним, и мы замыкаемся. У нас есть животное, которое в иудаизме считается, что мы должны иметь его как можно меньше. Есть это лошадь. Сус, вы знаете, что царь не имеет права иметь много лошадей. Сус, это животное, которое только состоит из каких букв? Самых. Вы знаете, что такое на русском быть? Вы едете верхом на коне, на лошади, говорится, или на коне? Как это? Быть на коне. Есть такое понятие быть на коне? Когда вы на коне, как вы себя ощущаете? Вам никто не нужен, вы всё можете. И Всевышний, до свидания. Извините, что я так ужасно говорю. Понимаете, что этот человек как будто он закрывается в себе, он всё ощущает, что он может. Это считается очень негативная вещь. Это вот уверенность в себе, что я всё могу, и мне никто не нужен. Понимаете, что это? Поэтому это вот это понятие Самых. Но это у нас рассматривали. Есть случаи, когда нужно, а это случаи, когда это нехорошо. И сам их также рассматривается, как кольцо. Сам их рассматривается, как печать Всевышнего. Понимаете, у короля есть что? Есть. И это слово сот, но это тоже похоже, такой секрет. Человек с секретом. Считается, что женщина с секретом, это очень интересная вещь. Значит, она тоже как будто сама в себе. Понимаете, в каком плане? А я просто пробовала найти буквы, которые очень-очень явны. Если есть Ют в имени, то, что я уже рассмотрела, это имя человека, который очень... У него очень развита духовная сторона. И, как я вам сказала, есть случаи, если ты слишком, что он немножко где находится? В облаках. Видите, что у него нет никакой связи с Ветческим миром. У него много идей. Он ощущается очень полноценным, потому что гематрия этой буквы – это 10. Но есть проблема в воплощении. Если у него... Если эта буква Ют, она очень доминантна. Если у вас есть еще какие-то... Может быть, я нашу Шлемо, да. Потом, если у меня дойдет время до Рэш, я посмотрю. Рэш очень интересная буква. Она похожа на Даля, но она немножко другая. У нас есть буквы, которые считаются как похожи. И мы сейчас напишем... Подождите, я попробую написать Шлемо, как оно правильно написано. Извините, это, конечно, совсем не точно. Первым делом, у Шлемо есть хей в конце. Это показывает, что он имеет женское начало. И Шлемо, если вы заметите, он ни с кем не воюет. Давид воюет, Шлемо не воюет. Если у него есть кто-то, кто с ним состязается, это будут все женщины. К нему приходится лица Савская. Давид должен состязаться с Гулиафом, а Шлемо с Кем должен состязаться с царицей Савской. Она же пришла тоже с ним, как будто бы, состязаться. Понимаете, что я пробую рассмотреть? У него какая-то другая сторона. У него есть в его имени все буквы имени Муши. Видите, как Муши? Муши тоже имеют женскую сторону. Муши окружен тоже женщинами. У него есть мать, у него есть сестра, которая из-за нее он рождается, которая его ждет. Помните, потом есть дочь фараона, которая его выращивает. Он тоже окружен женщинами, Муши. Муши, он, одно из понятий, почему он мужчина с женским началом, потому что он тот, кто, с одной стороны, он получает Тору, это женская сторона, с другой стороны, нам дает Тору, это мужская сторона. Понимаете, у него как-то обе стороны одновременно. Поэтому это мужчина с женским именем. Церщин – это воинственная буква. Шлюмо – он царь, он дает приказы. Есть даже случаи, когда он дает приказ кого-то убить. Как я могу говорить, он состязается. Есть это Муши, Муши убивает. Понятно, почему я Шлюмо и Муши говорю одновременно? Потому что это те же самые буквы, понимаете, что это? Вы помните, что Муши убивает египтянина? Муши воюет. И буква Ламет – это царство. Теперь у Муши понятно, что не может быть буква Ламет. Потому что Ламет – это царство, и это в какой-то мере кто-то, кто себя ощущает как выше всех. А что была особость в Муши? Что он был самый скромный человек в мире. Поэтому в Муши у него нет никакого Ламета. Это даже не может быть у Муши Ламет. А у Шлюмо, конечно, есть Ламет. Потому что если мы говорим о ком-то, у кого царство дошло до пика, в плане престола, дворцов, женщин, стола, это всегда что рассматривается? Шлюмо. Поэтому у него есть Ламет. Понятно, что я пробовала. Я сейчас можно рассматривать еще с других сторон, но только пробовала рассматривать только чисто графически. Понимаете, что это мы не входит. Значит, когда мы говорим о буквах, мы должны рассматривать их форму, их название. Я рассматривала нахон, что, скажем, щин – это шень, это зуб. Или даль. Далит я рассматривала, что это от слова бедный. Даль. И мы еще должны рассматривать ее гематрию. Теперь я тут не входила в гематрию иммун. А вот Давид, он же воевал. Нахон. У него нет шатнез. И Давид – это очень особая форма, как он воюет. Он воюет все время именем Всевышнего. И он все время говорит, если вы читали псалмы, что он говорит Всевышнему? У меня ничего нет, ничего не могу, Всевышний помоги. Да. И у него это женские принципы. Да, да. Давид читается с очень явным женским началом. И у него ощущается то, что он символизирует Давид больше кого-то другого. Это долюд. Я никто. Бедность. Вы читали псалмы? Да. Вот что вы ощущаете, что отражает псалмы? У него ничего нету. Всевышний, если не ты, я вообще, даже, я вообще никто вообще. А Шлюмо, скажем, если вы читали книги Мишлей, он нас все время учит, как надо жить. Мой сын, делай так-то. Давид нас не учит. Вы читаете псалмы, он учит вас? Нет. Он раскрывает свою душу перед вами. Он может кого-то учить ставить. А Шлюмо всех учит. Ведь у него есть этот чин, у него есть этот ламит. Он сейчас что будет нам делать? Рассказывать, как жить и объяснять. Это называется маммар. Это разговор. Те, кто есть мем, они хорошо разговаривают. Мем считается маммар. Маммар патуах, маммар сагу. Может быть, мем открытый и мем закрытый. Мем открытый – это открытый разговор. Мем закрытый считается закрытый разговор. Маммар патуах, маммар сагу. И вы знаете, что Шлюмо очень много разговаривает? И Муша очень много разговаривает. Хотя у Муша есть проблема разговаривать. Поэтому есть понятие закрытый разговор и открытый разговор. То, что вы спросили про Шушану, если вас интересует, но это уже совсем другого уровня. Шушана, она кого-то не очень боинственная. Кому-то нам так кажется. Но Гематрия Шушана. И Гематрия Эстер такая же. Потому что Эстер, она же самая... Яэль, Эстер, у нас они очень боинственные. Но Эстер у нее это воинственно скрыто. Поэтому у нее в Гематрии, как Шушана... Хотите, я могу вам показать ТАФ и РЕЙШ вместе. Вы знаете, ТАФ это 400, РЕЙШ это 200, САМЫХ это 60, это 1. И здесь есть еще одна сторона, которую я вообще не показывала. Это Гематрия. Я только тут сейчас немножко это покажу. И у нас все буквы, все слова, которые имеют такую же Гематрию, имеют что-то общее внутри. Но я в это не входила вообще. Я даже не рассматривала Гематрию каждой буквы. Если вы заметили, когда мы ее рассматриваем, потому что это целая другая... Это еще добавочная вещь в буквах. Шушана считается глубина эстер. Это то, что вот ей дало вот эту, как называется? ТАИНСМОСТЬ. Это вот эти щи. Но она их проявляла очень скрыто. Вы замечаете, как это? У нее какого-то есть одно и есть другое. РЕЙШ. Теперь РЕЙШ рассматривается... У него РЕЙШ есть несколько слов. Первое дело, самое простое. РЕЙШ рассматривается как флаг. Значит, у кого есть РЕЙШ, это как будто вы можете этим пользоваться, в какую сторону хотите. Ходите в плюс, ходите в минус. Сейчас я за того, сейчас я за того. Это вот как будто у кого есть РЕЙШ, они могут быть во все стороны, которые вы только хотите. Да. Если это рассматривает... Это может быть? Женская. Да, это может быть даже. Но это обычно... Если вы заметили, что есть РЕЙШ в середине, тут есть ЕЙШ, а тут есть как будто ЛЁП. Ходите в сторону ЕШ, хотите в сторону ЛЁП. Это нечестно. Нет, нет, это не нечестно. Да, он может при... Да. Нет, это одна сторона РЕЙШ. Нет, и это нормальная сторона. Значит, это, как вы сказали, такая гибкость. Понимаете, почему я его рассматриваю как флаг? Он это обычно рассматривается в Лу-Ми-Саэль очень. Понимаете, как это? Куда... Понимаете, почему это такая противоположность? Да, на ХОН. Так и так. ЕШ это есть, АЛЬ это нет. Так или есть, или нет. Понимаете, почему это противоположность? Да, извините. Да. Он может быть и тут, и тут. ЦЕРЭЙШ рассматривается. Далит только... Смотрите, Далит он с колючкой. Вы видите вот эту колючку? Он такой квадратный. Значит, он всем рассказывает честно, что у него ничего нет. Очень честно. И колючий так. И сам себе, и в среде. А потом только берет себя и добавляет себе что-то. А Лыж, он такой гладкий. Он такой, как я вам говорю, что он умеет немножко подстраиваться. Он ничего не делает. У него нет колючек. И у него нет никаких колючек ни сверху. Помните, что Даля, да, еще колючка сверху? У Лыжа ничего такого нет. Он гладенький. У него ни сверху ни колючки. Ни в стороне ни колючки. А то, что есть, посмотрите, а ков, он до него. Он сначала говорит, что у него все есть, а потом вдруг видно, что у него ничего нет. Что это? Просто в порядку. Посмотрите. Обычно мы говорим, что у нас ничего нет, а потом что-то у нас оказывается. А тут наоборот. У нас сначала было, а потом вдруг оказалось, что нет. У нас ков считается обезьянка Гея, а рыж считается обезьянка Далитом. Знаете, почему я так называю? Суден, это своими как фамилии. Гор, двора, кордовия. Представляете? Это там целые вещи. Поэтому то, что подстраивается, это очень хорошая вещь. Поэтому у трех наших проматерей есть рыж. У Сара, Ривка и Рахель. Значит, есть буквы, которые повторяются у жен Якова, а те три проматери, которые как будто должны были быть первоначально, а как вы знаете, не должна была быть женой Якова, у них есть рыж. Как вы сказали, это вот это подстраивается. Понимаете, в какую сторону? Что это? Ривка и Сара. Знаете, видите, что у всех есть рыж. Да. Что это? А Сара, она умеет подстраиваться, но Сара говорит все, что она думает. Понимаете, у нее есть щин. Что это? Алиф у нас расстраивается. Так это понятно, что только я закончу с рыж, подстраивается это хорошо, но подстраивается может превратиться в ложь. Поэтому буквы Шекер состоят из чего? Из рыжа. Пожалуйста. Наход. Меньше, чем имя. Влияет как-то. В какой-то мере, да. Тогда бы нет. И заметьте, что слово Кешер, вы знаете, что такое Кешер? Связь, это те же самые буквы, как Шекер, как ложь. Потому что тоже, когда вы хотите с кем-то иметь связь, вам нужно что делать? Немножко подстраиваться. Если будете всем, с кем вы хотите иметь связь, говорить всю правду в лицо, вы знаете, что будет? От 20-ти убегут. Поэтому, конечно, в связях должно быть какая-то буква? Ну ишь. Цер Алиф у нас очень интересная буква. Вы знаете, как она выглядит? Цер Алиф рассматривается буква, которой у нее нету. Если под ней нет точек, ее вообще невозможно произнести. Значит, это буква воздуха. Это такая буква, которая очень воздушная. Авер, да, духовная. Это Авер. И она как будто вот, у нее даже нету формы, как ее произнести. Только если под ней есть точки, тогда она вообще как-то произносится. Ее форма, как она рассматривается, видите, как она выглядит? Она рассматривается, как есть одна возможность. Размотреть ее, как бук, как человечек, который стоит на двух ногах и одной рукой держит флаг наверх. говорит, «Севышний, я верю, что ты есть». Или куда-то даже вот так более правильно. Понимаете, как это? Видите этот Алиф? Вот этот вот, тот поднимает ручку. Даже пальчик. Видите, у него тут такая маленькая ручка. Видите, этот пальчик вверх? Не обязательно. Это коробка севышний, поэтому вот этот вот вот этот вот вот этот вот. Это одна вещь. Есть, кто рассматривает буквы Алиф, как два и два и два. Есть, его рассматривать как искаженное лицо. Два глазика и передушина. Извините, что я, но это уже какие-то примеры, я за божа потом это все как-то объясните, объясните, что это. и перевод и перевод буквы Алиф называется Алиф Бина. Это тоже говорится в книге от Йодора Байкиева учить знания. Алиф это преподавать. Разве что, такое ульпан место преподавания. Что-то. Этот перевод этого слова наиврите это преподавать. Дрессировать, преподавать. Поэтому Алиф это преподавание. Если вы прочитаете это слово наоборот, у вас будет слово ТЫЛЬ. Это чудо. Если кто-то что-то научился, это же такое чудо. Как мы разморили про ДАЛИТ, я разморила, что ДАЛИТ это женская буква, это вот это ощущение пустоты. Если прочитаете ее наоборот, у вас будет какое слово? ТЫЛЬ. Родит. А вы видите, поэтому весь какой-то женская, но это в будущем, потому что у нее еще нет Хея. А когда у нее есть Ей, тогда она может рожать. Так у нее столько потенциал рожать. Если возьмете гематрию слово ЭЛЬФ, ЭЛЬФ, наиврите это преподавать, это одна вещь, а в другая ЭЛЬФ это тысячу. И если возьмете ее гематрию, АЛЬФ это один, ЛАМИД это тридцать, ТЫЙ это восемьдец. Вы знаете, что у вас получится? Все возможные единицы. Это один, это 111, а перевод этого слова это тысячу. Понимаешь, что я имею в виду все возможные единицы? Да. Это какое-то понятие единства. все завершено. Да. Ну это, извините, я, может быть, говорила слишком много и слишком сжато, но вы понимаете, что о каждой букве это целая вещь. И про АЛЬФ я немножко показала гематрию, но о других буквах я даже этого не рассматриваю, какое гематрия. Что это? ВАВ. Вы хотите сейчас ВАВ? Пожалуйста, ВАВ, это считается, еще, у нас здесь 22 буквы. Я, может быть, только раз... ВАВ такая важная буквы. Да, 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 ВАВ очень много раз повторяется, такие разные. ВАВ, точный перевод слова ВАВный. Значит, ВАВ, видите ее форму, она, значит, ее гематрия 6, название ее это ВАВ, это значит крючок. ВАВ, перевод этого слова это крючок. Значит, такой ВАВИМ. И почему она так называется? Потому что, вы смотрите, на иврите, когда вы пользуетесь буквой ВАВ, это значит И. Понимаете, что такое И объединить? Что такое объединять? Это крючок. Когда вы берете крючком, вы что-то объединяете. И буква ВАВ, она крючок между небесами и землей. Она как Йод, только Йод, который что сделали? Взяли ее и довели ее до низа. И ее гематрия 6, потому что она символика 6 дней творения. Значит, она физическая буква, как облака, взять их и воплотить в эту землю. И это Всевышний сделан в течение 6 дней сотворения. Поэтому гематрия буквы ВАВ это 6. Так, если мы говорим о имени Всевышнего, Йод это как Всевышний задумал мир, а ВАВ это как он воплотил. А про Э я тут не рассматриваю. Сэдр, я извиняюсь, я, конечно, не затронула все 22 буквы алфавита. Может быть, я только покажу и вообще ничего не буду объяснять. это посмотрите, что у нас есть буква Фэй. Я просто, если у меня есть время, что это показывать. Видите, в ней маленький белый бет? Буква Фэй. Видите, белый бет? Черный Фэй, внутри белый бет. Просто хочу показать, что буквы есть очень всякие. поэтому говорить про Фэй без бета это будет просто неправда. А если я вам не показываю, вы, никто это не поймёт, почему про Фэй 5 я говорю. Это значит, поэтому тут мы говорим на буквах совсем какую-то другую букву. Прости, вот тут. Но вы видите, что есть буквы, которые заим, поэтому я не могу говорить про щен, а без заим. Это правильно было взять щен и поделить его на все его составные буквы. Это я не сделаю. Я только сделаю это когда-либо. Я смотрю, что это далее, либо только смотрю, что Фэй, это далее. Или шат, эс, эс. А вот есть значение мем-субфит, цадик-субфит, есть? Да, мем-субфит, конечно, это большое значение, потому что мем-субфит, она, как в самых, она абсолютно закрыта. И это имеет тоже значение. Да, это очень большое значение. А как в самых по-каку? Как рассматривается и в самых, или на основе там, фариша. А было хорошо. Ну, он хороший. Есть у нее такая сторона, это какая-либо, ведь она как займ. Она вообще называется, ну, нейман-саков, нейман-саков. Считается верной прямой, это как-то мем-субфит и верный скотчет. Может быть, верный, и какую-то вашу верность вы ее скриняете, или как-то так. за счет этой верности вам приходится всегда быть как-то не очень прямой в самом деле. А есть связи с какой-то какой-то. Какой есть, так вы и все это рассказываете. И то же самое церковь, где же с этим как-то церковь. Так это называется. Глобально рассматривается, когда мы рассматриваем имя, мы хотим, чтобы у нас имя не было. то, что как будто мы рассматриваем. Это чтобы имени было... Если вы говорите о женском имени, обычно то, что мы стараемся, чтобы был Гей в конце. Я говорю классику, я не вкажу, есть очень хорошие имена, в которых нет Гей в конце. Я просто говорю как обычно. Рассматриваю, чтобы был Гей в конце и обычно также рассматриваются буквы, как мы сейчас рассматривали. Какие буквы? Рассматривается, что это имя имеет в виду в целости? Скажем, Дина это имя Суда. Это Дин, это Суд. Двуа, хотите, я вам рассмотрю, что она? У нее тоже, видите, будто бы... Она рассматривается... Двуа, как вы знаете, это пчела. Пчела, она с одной стороны, она... И в наибрите также в этом слове есть корень говорить. поэтому это что-то, что говорит. Это также кто-то, кто не прячется, а кто находится... Вы знаете, что пчелы где находятся? На виду у всех. Они как будто в воздухе. Но Двуа, она дает мед, но она также жалит. Так вот, Двуа есть какое-то понятие... Как называется? Жалит. Это то, что ее как будто... Самое простое как будто явное понятие ее имени. Нет, я не могу сказать тяжелое, но в этом есть какой-то... от какого-то оттенка суда. Это может она будет проявлять другим людям. Теперь есть еще одна вещь, которая рассматривается в именах, но это если вы хотите, это уже очень будет как будто... Это гематрия этого имени. И гематрия тоже имеет какое-то значение, особенно когда вот есть эти... Как они называются? Формулы, какое имя подходит к какому имени, тогда берется в счет также гематрия имени. Хотите какой-нибудь гематрия? Я показывала Шушана и Эстер, что-то 661, скажем. И есть у нас еще одно понятие имени. Я возьму, скажем, имя Дина, или лучше я возьму свое имя, оно более явно. В моем... Если видите, мое имя, оно идет против порядка алфавита. Порядок букв в моем имени, оно не по порядку алфавита, оно против порядка алфавита. Сначала вы знаете, порядку алфавита сначала гей, потом вар, потом хет. А у меня сначала хет, потом вар, потом гей. Такой порядок алфавита рассматривается как суд. А если по порядку алфавита, это рассматривается милость. Но я сейчас вам уже почти рассказываю все возможные хитрости. Понимаете, как это, которые у нас берутся в имени? То есть, давайте, как мы, если человек, допустим, не нравится ему свое имя, или он пускал менять, или он решил опять в рейс к имени, что ему нужно сделать? Нужно ли менять? Горок, или не нужно менять? Может быть... Мы не очень любим менять. Мы, как я вам рассматриваю, потому что человек, что-то... это имя ему было дано, мы верим, что если человек получил это имя, значит оно его, оно не пришло к нему случайно, даже если не в рейс к имя. И если человек меняет свое имя, он меняет в себе что-то. И в какой-то мере, если он отменяет, если он добавляет имя, тогда его прошлое с ним идет дальше, а если он его отменяет, он как будто отрезает какую-то часть своей жизни. И это надо подумать, стоит ли делать, понимаете? Есть, что отрезать. Да, если есть, что отрезать. А если нет, мы считаем, что часть жизни, которую человек прожил, просто так, зачем его выкинуть куда-то. Мне кажется, что любое имя стоит с ним, но в каждом случае стоит с кем-то посоветоваться, кто все в этом разбирается. Я бы, например, не иерийский, не за все иерийский, и стал пользоваться не иерийским, а вы бы снова к себе. Да, но это спросите, особенно если вы замужем, понимаете, это было записано в ктубе, нет, берется в счет. Так это спросите, понимаете, что я ему говорю, это все, теперь есть еще одна вещь, которая берется в счет. Я не знаю, я просто говорю, тот, кто берет, и вам советуют, когда вы берете имя, я просто говорю, какие вещи он берет в счет, которые я вам вообще не сказала. Порядок, это по порядку алфавита или против. Скажем, Дина, она вначале, это порядок алфавита, кроме гей. Поэтому в этом имени, в плане порядка алфавита, оно да имя милости. Поэтому Дина, это не совсем имя суда. Это суть, его суд, но порядок букв в нем, оно достаточно, как он говорит, на уровне милости. И еще, что берется в счет, это аббревиатура его, скажем, не знаю, какое имя вы хотите имевать. Скажем, я возьму, я возьму, скажем, Рахель Амаги. Я просто беру, просто так, понимаете, что это? Посмотрите, что аббревиатура этого имени будет Ра. И это мы обычно не любим. Ра, это значит слово. И мы даже рассматриваем БАТ, скажем, понимаете, как это? Мне сейчас надо подумать, понимать. Поэтому, когда мне говорят имя, я не только просматриваю имя, я просматриваю, какая это будет аббревиатура. То есть лучше добавить имя, да, но имя. Но когда вы добавляете, мы так склонны более добавлять именем, но когда вы добавляете, проверьте, какая это будет, какая будет аббревиатура. Вот эти первые буквы. я просто говорю тут у меня никакую у меня никакого никакой нет аббревиатуры понимаете никакого слова это не составляет ничего это надо спросить также как и имя вашего бат и имя вашей матери понимаете что мы берем все привет но это извините это я уже вошла в какие-то такие я просто рассказала что скажем вас вы хотите согласно что я написал и ваше имя пожалуйста вас зовут это будет ничего но есть лучше когда-то будет какое-то нехорошее слово так вы должны посмотреть что эта аббревиатура нить не было негативно так ванна входит ее первая буква я вам сейчас только рассказываю когда мне говорят какое-то имя или там конечно не мне кому-то более ученому что он берет счет видите сколько факторов я вам рассказала это здесь это он это делает правильно так он берет это все в счет когда он это делает и кроме еще одной еще одну вещь которую я не рассмотрела это гематрия мазьям гибать участь не показывал мы берем счет значит буквы порядок буквы имени перевод этого слова какая аббревиатура и какая гематрия да если есть назвали в честь кого-то кто умер до 60 лет я вам сказала по моему что это не было какой-то ужасной катастрофе тогда мы добавляем имя у нас тоже есть такое понятие но это в любом случае вам стоит просто и вы видите что-то не как мне такая мы к этому несколько подходим слишком легкомысленно если вы заметите а если изначально дали то это имя да пожалуйста а что значит леа леа только перевод этого имени значит усталая да леэ значит вы хотите я вам покажу как значит леа это усталая и она тут не идет ни по порядку алфавита ни против какой-то переворот если я возьму это и и поставлю по порядку алфавита у меня будет слово огни оль значит шатер да конечно это очень хорошее имя что это это не совсем тут такой вот эти две буквы по порядку алфавита это нет поэтому я смотрю это не тут есть какой-то порядок алфавита понимаете тут не все не по порядку мое имя абсолютно не по порядку браха считается очень хорошей браха идет по порядку алфавита это только без рэйш и браха это само имя оно имеет в себе этот смысл браха благословение уже такое благословение когда каждая вещь которая была одна становится увеличивается то есть это все буквы которые символизируют удвоение еще гей это женская сторона да но это я просто показываю всякие фокусы каждого понимаете в каждом имени в каждом месте к фокусу не тогда мы это не берется в счет то что они умерли поэтому я сказал есть это кто-то кто умер в катастрофе мы даем это имя без никаких добавок без проблем или там в отечественной войне понимаете почему это нужно тогда это не было что-то особое с этим человеком это было в глобальном какой-то проблеме всего мир об каждой вещи можно советоваться есть люди которые знают и разбираются в этом намного больше чем я я только вам рассказываю то что я знаю так